Салют, пипл, с вами Хьюман, и как всегда глоток полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ох, друзья, что я вам сегодня приготовил? Флагманская видеокарточка Intel, которая, оказывается, не такой уж и флагман. Пополнение карт NVIDIA, то есть на складах и доставках, также снижение цен на них, плюс теперь мы увидим снижение цены на карточки красных AMD, даже ниже RRC. Ну а под конец посмотрим на низкопрофильную бюджетку от красных. Не знаю, как вы, а я готов. Погнали! Ну что, еще да, не конец июня, и настольных видеокарточек от Intel пока что нет. Но! Компания BenchLeaks, которая занимается аппаратным поиском, нашла уже видеокарточку, которая должна быть топовой в своем сегменте от Intel Arc, это у нас A770. Ну и согласно Geekbench 5, Intel видеокарточка Arc A770 носит в себе 512 исполнительных блоков, которые, кстати, могут быть вам известны также, как XE Vector Engines. Ну, во всяком случае, так частенько их именуют именно Intel. А все это говорит о том, что видеокарточка оснащена полным кремнием ACM G10 на 32 ядра XE. И так получается, хоть это и будет странно для вас, что видеокарточка A770 по факту равна мобильной видеокарточке A770M. И здесь, естественно, логично от вас услышать. Мол, подожди, а как так получается? Мобильная видеокарта такая же, как и настольная, десктопная. И разумный вопрос. Отвечу и да, и нет. Зачастую, как и всегда, разница в частотах. Но вы еще учтите тот фактор, что как раз-таки образец видеокарточки мобильный, то есть ARC A770M из Geekbench 5, он может быть тестовым образцом. Поэтому некоторые параметры, особенно в частности, даже точеч частоты, может варьироваться. Если же говорить непосредственно за частоты A770, десктопную, то конкретных частот указано не было. То есть в базе данных они отсутствуют. Но тем не менее, программное обеспечение разгоняло частоты и зафиксировало, скажем так, когда разгоняло, когда скидывало на отметке 2400 МГц. А если что, у мобильной 1650 МГц. Касаемо же видеопамяти, нам почему-то показало 12,6 ГБ. То есть мало того, что число не целое для видеопамяти, так еще и как бы в самой видеокарточке должно быть, ну, по предварительным данным, 16 ГБ видеопамяти. Скорее всего, здесь либо ошибка, либо, я не знаю, программка может как-то посчитала, что что-то где-то зарезервировано, а пока не понятно. Но явно должно быть 16. Кстати, ребятки, на всякий случай уточню, что результаты по другим видеокарточкам, которые были, ну, интерпретированы вам, они взяты из Geekbench 5 через OpenCL. Да, друзья, я полностью с вами согласен, что результаты из OpenCL это, ну, такое как бы не совсем точное определение производительности видеокарт в контексте игровой индустрии. Но как для точки отсчета, в принципе, сойдет. Тем не менее, ARK A770 набрала 85585 баллов в тесте OpenCL. И в итоге сравнявшись с RTX 2060. Да, получается, что карта работает немного быстрее, нежели 6600XT, которая мне в свое время тоже очень понравилась. Как для Full HD. Если что, вы знаете, где искать обзор. И как ни крути, но ARK A770 не смогла сравняться даже с 360, то есть видеокартой линейки Ампер, ну, или даже радиком 6700XT. Где, естественно, Nvidia оказалась производительной на 12,7%, а AMD на 23. К слову, тестирование, кстати, все это было при камушке i5-9600K. Ну, ребятки, я могу что сказать, что пока что-то не совсем соответствует тому, что заявляли нам Intel. Мол, их топовая видеокарта будет наравне или плюс-минус там RTX 3070, может быть 3070 Ti. То есть не выше. На 3080 они не претендовали. Но по результатам тестирования мы видим, что какая 3070, какая 3060 Ti. Ну, то есть пока что скуда бедно. Я не знаю, может быть будет у них еще какой-то еще один чип, именно графический процессор, потому что это же полный кремний, не обрезанный даже. Посмотрим. Но пока что, пока что так себе. Однако на этом, ребятки, с Intel не все. У них сейчас присутствует очень сильная заявка, там статистически увидите, которая, ну, может так в принципе неплохо нагнуть TSMC. Да, но об этом поговорим сразу же после рекламы. Я вам уже, ребятки, не раз сюжет оговорил о том, что цены на видеокарты сейчас это лютая садамия в вакханале. Причем, вне зависимости, какие у вас цели, если вы приобретаете себе GPU-шку. Ценник самый основной параметр. Но есть и люди, которые пытаясь даже заработать, дают, пытаются давать рынку, ну, более-менее приемлемые и вкусные ценники. И вот, господа организовались и возят видеокарточки из Китая. Причем, как для людей, которым нужен именно опт, так и для людей, которым нужна розница. Ну, правда, от двух позиций. И, к слову, тут не только видеокарты. Сюда можно вписать и центральные процессоры, и материнские платы, и другая периферия, и атрибутика, и так далее, касающаяся ПК. И, кстати, также тем, кому интересно, осики. Так что да, железо предлагается любого человеческого настроения. Здесь все время любые ваши желания и прямые заказы обсуждаются в индивидуальном порядке. Более того, представляет любого рода консультации. Ну, по железу, не по железу тоже. Причем, напрямую на русском языке, а не вот как это бывает, если вы там работали с Китаем, алибаба, алиэкспресс и так далее, ну, переводчик иногда тупит. Особенно, когда первоначальный продавец, ну, китайец зачастую, он пишет вам на китайском языке, и не всегда иероглифы переводятся корректно. То есть, если он пишет на английском, еще ладно. А здесь прям мой нативный язык ваш. Более того, вы также можете созвониться по видеосвязи, что еще комфортнее, чем чат, потому что таким образом вы можете увидеть, с чем вы работаете и с кем вы работаете. Продукция, естественно, вся новая, ценники очень приятны, а если вы еще и товарища затащите в эту движуху, ну, там, чтобы он тоже сделал заказ, то вы получите скидку здесь и сейчас. Не когда-то там в каком-то там заказе или какими-то бонусами, а прям по факту. Сама же методология приобретения, она просто 5 копеек. Вы изначально консультируете, задаете вопросы животрепещущие, которые вас очень сильно волнуют, причем любые. Можете хотя бы даже поинтересоваться погодой в Китае, какой это был президент до этого. Далее происходит разговор и, скажем так, составление долговорок о купле и продаже. Ну, а платить вы можете в своей национальной валюте, либо в USDT, что по мне даже как-то поудобнее. Само собой, перед отправкой вам вас фотографируют, я думаю, можно даже попросить видео товара, которым вы будете пользоваться в перспективе, ну, для того, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, какие там, скажем так, серийные номера и так далее, чтобы прислали реально то, что вам фотографируют и снимают видео, а не понятно на что. Ну и все, ждете от 12 до 16 дней, то есть технически пару недель и потом, как всегда, балуйтесь либо в игрушке шпилите, либо майните, ну и либо и то, и другое. Так что, корень, интересно, стучитесь с ребятам в Телеграм. Ссылочки оставляю в описании. Удачи! Ну, а сейчас немножечко занудства, но очень и очень интересного. Данные собраны с ресурса IC Knowledge. Они демонстрируют, что Intel обгонит TSMC со своим 3-х нанометровым техузлом где-то в конце 23-го года, ну или начале 24-го. И вот тут самое любопытное, ведь тайванское литейное производство производит большую часть сок для смартфонов, графических процессоров и процессоров для ПК. И при всем при этом релидирует с тех пор, как Intel облажалась со своим 10-ти нанометровым техпроцессором в 2018 году. И здесь начался самый лютый движ. Под руководством Пэта Гелсингера, Intel начал агрессивную кампанию по восстановлению утраченной славы, пообещав выпустить 4 технологических узла в следующие 3 года. И к ним относятся, естественно, 4-х нанометровый узел, который будет в конце 22-го, начале 23-го года, 3-х нанометровый узел в конце 23-го, начале 24-го года, 2-х нанометровый узел, который также именуется как 20A в средине 24-го года, и 1,8-нанометровый узел, который именуется 18A в конце 24-го или начале 25-го года. И вот ресурс IC Knowledge прогнозирует, что 3-х нанометровый узел у Intel будет лучше, чем у TSMC, ну и уж тем более, чем у Samsung. Не в обиду, Samsung. В итоге мы с вами видим, что эта технология появится к концу 23-го или начале 24-го года. Ну а далее тот же сценарий повторится с узлами 2A. То бишь процесс Intel 2A обеспечит наилучшую производительность. Ну а далее мы с вами видим TSMC с Samsung на третьем месте. На данный же момент по поводу техузла на 1,8 нанометров от TSMC, ну так он декларируется по числам, уж извините, не целое число, информации немного, но в то же время она есть и сравнивая с Intel, у него будет название этого техузла 18A, так вот там прогнозируют, что профит будет на 10% лучше. То есть, ну как бы производительность всего этого дела должна быть на 10% больше. Правда, еще ресурсы утверждают, что как раз таки если говорить за TSMC, они до сих пор будут лидировать в контексте именно плотности транзисторов. И да, друзья, похоже, что и далее TSMC со своим 2-нанометровым техузлом все равно будет опережать что 18А, что 20А техпроцессы Intel. Но знаете, что еще интересно, что несмотря на худшую производительность от Samsung, если так можно выразиться, все равно 2-нанометровый техпроцесс от Samsung будет плотнее, чем Intel-овский Amkstron. Такие дела. Ну что, друзья, помимо налаженных поставок, общей логистики, большого количества видеокарты и снижения ценников, о котором мы с вами уже говорили несколько раз, Intel сделала еще одно заявление. Да, Nvidia сделала еще одно заявление. Зеленые заявили о новом мероприятии. Restock and Reloaded. То есть да, пополнение запасов карты и снижение ценников на них. То есть учитывать все это, то что мы с вами обсуждали, плюс находится компания, которая снижает ценники на видеокарты дополнительно. Да, не ниже RRC, хотя об этом мы тоже поговорим сегодня, но тем не менее. Та же Евга, о которой мы говорили буквально недавно, которая скидывает почти до 300 долларов за одну позицию видеокарты. Это очень и очень приятно. Причем здесь важный момент. Вы правильно подмечали, что снижают ценники в основном на какие-то флагманы, которые и так дорогие даже по RRC. Здесь смею заметить, что это касается всех сегментов флагманов средних и бюджетных секторов. Ну, ребятки, 300 баксов за RTX 3050 уже нехило. Да, это все еще не RRC, но как бы лед трогается до сих пор. Но, тем не менее, ожидается, что к середине 2022 года видеокарточек будет еще больше, а цены будут еще ниже. Ну что, друзья, поступили новые интересные данные, сравнительные, причем касаемые видеокарточки NVIDIA MX570. Да, бюджетный вариант. Которые как бы по производительности, что вам ориентир был, между RTX 2060 и RTX 2050. При этом с более низким TDP. И я предлагаю посмотреть на эту видеокарточку подробнее. Особенно в контексте сравнений RTX 2050 и чем они похожи. Потому что, возможно, для кого-то из вас выбор такого графического процессора в Note, как вариант, да, будет очень и очень приемлемым. Да, карточки почти близняшки. Если не верите, давайте смотреть. Обе видеокарточки основаны на архитектуре графического процессора Ampere GA107. И обе карты содержат 2048 ядер CUDA, а также 16 ядер трассировки лучей и носит в себе 64 тензорных ядра. И да, у обеих 64-битная шина. Отличие же заключается в том, что в RTX 2050 поставляется конфигурация памяти в 4 гига и 14 гигабит в секунду, а MX570 имеет конфигурацию в 2 гига и 12 гигабит в секунду. И более того, хоть характеристики ядра одинаковые, тактовые же частоты графических процессоров значительно различаются из-за разных TDP. Ну вот, например, RTX 2050 работает на частоте до 1477 МГц, с TDP-шкой 30-45 Ватт, а вот MX570 работает на частоте до 1155 МГц, при этом TDP-шка составляет 15-25 Ватт. И вот теперь начинается самое вкусное. Это тесты. И видеокарта MX570 именно в этом конкретном тесте находилась в 14-дюймовом ноутбуке HP Jeanne 66G5, который оснащен процессором Intel Core iPad 1235U. И хоть трудно сказать, какое ограничение мощности было установлено для графического процессора в ноутбуке от HP, но он все же работал на максимальной тактовой частоте в 1155 МГц. Поэтому, если прикинуть, то, скорее всего, энергопотребление составляет 20-25 Ватт. И вот получается, что при более низком Ваттаже, в сравнении с RTX 2050, то есть где-то на 10-25 Ватт, мы получаем 90-95% производительности. То есть, если говорить простым языком, видеокарточка MX570 это 90-95% RTX 2050. То есть, если мы с вами просто закроем глаза на то, что тут 2 ГБ, а не 4, да? То мы получаем с вами более дешевый, более бюджетный, все равно условно-производительный ноутбук, скорее всего, еще и тонкий, с низким TDP. Мне кажется, вариант очень даже неплохой. Плюс маленькое тепловыделение и тишина. Ну, естественно, все будет зависеть от того, какие цели вы преследуете, друзья. Причем, что самое интересное, у этой видеокарточки также присутствуют функции, как и у RTX, DLSS и RT вам помощь. Ну, если вам это будет нужно. На этом с NVIDIA все, двигаемся к AMD. И так, друзья, буквально недавно я вам говорил за снижение цен на NVIDIA, и теперь эта беда коснулась также и карточек AMD. Поздравляю. Хотя нет, я даже вам вру, видеокарточки стали еще даже ниже, чем RRC, незначительно, но стали же. Прошу любить и жаловать, RX 6600, которая является эквивалентом RTX 360, продается ныне за 324 бакса, что ниже, чем RRC, которая составляет 329 долларов. Да даже если без скидки ее брать за 339, это все равно уже совсем иная история. А ведь эта кроха спокойно бы возит Full HD, причем на очень хорошем FPS. Если у вас вдруг сомнения закрались, можете посмотреть. Я вот, кстати, не помню, какую конкретно, но по-моему, 6600 или 6600 XT, по-моему, даже RTX 3050 в свое время, я тестировал в разрешениях не только Full HD, а и у себя в 2К. Так поизвращаться. Есть еще одна 6600, она, конечно, чуть подороже, но та же Sapphire Pulse RX 6600 Gaming на 8 гиг, и тут переоценка всего лишь на 40 вечно зеленых. Ну а если глянуть версию помощнее, тоже по факту бюджетку, которую мы тестировали, то стоимость MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X составляет ныне 389 долларов, а это всего лишь на 10 баксов дороже, нежели ее RRC. Ну и для противовеса линейки, Radeon RX 6900 XT в лице MSI и Gigabyte за 1019 и 999 долларов. Ну так что, ситуация по карточкам выравнивается или нет? Черканите в комментариях, а пока что переходим к последней, но не менее важной новости. Да, со дна продолжают стучать. Sapphire выпускает низкопрофильную видеокарту RX 6400 на базе линейки Pulse. Это маленькая компактная видеокарточка с одной вертушкой и двумя видеовыходами, естественно, это у нас HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. И если что, то эта джипюшка идентична к прошке W6400, которая вышла буквально там несколько месяцев назад. И, кстати, внимание, прошу заметить, что на этой карточке можно увидеть все 16 контактных линий PCI Express. Однако физически они не подключены к графическому процессору Navi 24. Так что, да, карточка у нас будет и прежде PCI Express Gen 4 на X4. В итоге в пульсе у нас 768 потоковых процессоров и 12 лучевых ускорителей. На борту, естественно, очень много, а 4 гигабайта GDDR6 и 16 гигабит в секунду скорость передачи данных. Да, 64-битный интерфейс. Но поскольку карточка все же способна декодировать на кодеки как H.264 и H.265, причем всего лишь на 53-х ваттах, то в принципе такая система вполне подойдет для такого мощного просмотра даже видеографики в кинотеатре. Ну, домашним, естественно. То есть, короче, потребуются определенные мощности для таких вот ресурсов. Но на этом как бы и все. Потому что большинство других кодеков видеокарта не поддерживает. То есть, никакого транскодированного сервера даже не думаете. И знаете, в чем соль этой видеокарты? Они еще, в принципе, говорили в январе. Она не столь уже молодая и новинка. Но тогда речь шла о том, что она будет идти в готовых сборках ПК, что, собственно, и было. Ну, а время спустя мы видим, что, видимо, и так купят. Поэтому теперь ее могут продать в розницу. Собственно, уже продают и вы можете ее приобрести, если вам это надо. Вопрос цены. Не знаю. Пока что не заявляю ребятки. Ну, как будет, инфа, конечно же, сообщу. Ну, а на этом у меня для вас на сегодня все. Да, длительный сюжетик. Надеюсь, вы покушали и теперь сыты. Можете идти заниматься своими делами. И, кстати, можете пойти на мой игровой канал. Там выходит что-то новенькое. На этом у меня для вас все. С вами был, как всегда, Хьюман. И, как всегда, кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok